Здравствуйте! Уважаемые жители Самарской области! 19 июля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. В последние дни мы ежедневно фиксируем 250 и более новых случаев заболеваний среди жителей области. В настоящее время в инфекционных госпиталях уже находится на лечении более 2500 человек с коронавирусом и подозрением на него. Конечно, часть пациентов лечится амбулаторно в условиях поликлиники, получая препараты, которые по-прежнему государство обеспечивает бесплатно за счет бюджетов федерального и регионального. Но ситуация оценивается в нашем регионе как очень сложная, как неблагополучная. Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Чаще всего, конечно, это те, кто от 18 до 60 лет. И поэтому главным санитарным врачом Самарской области 15 июля подписано постановление о профилактических прививках против коронавируса отдельным категориям граждан. Речь идет о тех, кто входит в группы риска и постоянно контактирует с другими людьми. Это для тех, кто в первую очередь образование, медицинские организации, социальная сфера, сфера обслуживания, торговля, общественное питание, транспорт, такси, почтовая связь, бытовые услуги, работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных различных учреждений, государственных и муниципальных служащих, органов власти и местного самоуправления. Данное постановление распространяется только на тех лиц, кто не имеет противопоказаний к вакцинации. И ведь на сегодняшний день уже первую дозу вакцину в регионе получили 697 тысяч жителей, а полностью двумя компонентами вакцины привились 497 тысяч человек. И я вновь хочу обратить ваше внимание, растет заболеваемость, растет, неуклонно растет, растет среди всех групп населения, растет настолько интенсивно и столь с тяжелыми проявлениями болезни, что вынуждены были определять обязательные контингенты для прививок. Но когда опрашивают людей в разных странах относительно их приверженности к вакцинации, относительно того, готовы ли они привиться, то я вам могу сказать к стыду моему, что Россия далеко не на первом месте. В Соединенных Штатах 65% готовы привиться. В Европе схожая цифра. В бедных странах Африки, Азии готовы привиться, где практически нет сейчас вакцин, они малодоступны, готовы привиться 80%. Сколько вы думаете у нас готовы? 30% населения. Это очень мало. Это очень мало для того, чтобы препятствовать распространению инфекции среди общества. Вы можете записаться в поликлиники, вы можете по телефону горячей линии 122 записаться, через госуслуги, как угодно. Всегда готовы вас принять и сделать прививку. Но это не надо откладывать. И не надо сомневаться в том, что подобные методы избавят вас и ваше окружение от болезней, от заражения. Эти сомнения вызывают только одно. Мы усугубляем ситуацию, мы позволяем вирусу циркулировать и позволяем ему мутировать. Он становится более приспособленным, более устойчивым. И по сути дела, мы все равно придем к той ситуации, практически, я как врач могу это предположить, и почти не сомневаюсь в этом, что мы придем к ситуации, когда вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной и повсеместной. Я подчеркиваю, обязательной и повсеместной. Если, конечно, сейчас на этом этапе мы не осознаем опасности, сложности и критичности ситуации, и не пойдем в кабинеты поликлиник и не сделаем себе вакцину. Еще один важный аспект. Посмотрите вокруг. Посмотрите, как мы с вами соблюдаем меры противоэпидемические. Да не соблюдаем практически. Ни в офисах, ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Мы как будто нарочно, как будто намеренно играем с болезнью, пытаясь, ну что, поймаешь? Ну что, сможешь заразить или нет? Вот я какой умный, вот я какой живой и здоровый. Ничего подобного. Эти риски чрезвычайно, чрезвычайно риски высоки. Высоки. Мы только потом, оказавшись на больничной койке, начинаем думать, эх, я вот, мне бы подумать, мне бы... А порой поздно. Очень часто бывает поздно. Поздно не только, что жизнь может на этом закончиться, но и поздно, что последствий от коронавирусной инфекции будет много, и они будут серьезны. Я не намеренно пугаю. Я человек оптимистичный. Я бы хотел вас приободрять. Но когда я вижу, как мы относимся к простой, доступной и безопасной, я подчеркиваю, безопасной возможности защитить себя, я вижу, что мы не осознаем всей опасности. Поэтому призываю вас в очередной раз носите маски там, где вы контактируете с людьми, там, где вы вступаете с людьми в разговор. Да, конечно, бегая в лесу, занимаясь спортом, гуляя с ребенком на набережной или во дворе, вы можете быть без маски, когда вы одни. Но как только вы заходите в дом, входите в подъезд, в лифт заходите, кто с вами зайдет в лифт вместе? Вы же не знаете, кто эти люди, насколько они здоровы. Более того, они могут быть бессимптомными, больными. Но как это отразится на вас? Вы точно не знаете. И я не знаю, и никто не знает. Призываю вас в очередной раз. Будьте бдительны. Будьте бдительны. Мы уже с вами больше года в этой тяжелой ситуации. Мы уже с вами сегодня, министр говорит, мы планируем вновь закрытие коек в пятой больнице и открытие там госпиталя. Это неправильно с точки зрения нашей жизни. Так не должно быть. Пятая больница должна лечить в Тольятти больных самого широкого профиля. Потому что эти больные есть, и они нуждаются в лечении. И то же самое в Самаре. Давайте не создавать сами себе проблемы, где мы могли бы легко и просто защитить себя и своих близких. Я в очередной раз призываю вас, сделайте прививку. И даже сделав прививку, избегайте контактов. Носите маску, обрабатывайте руки. Я желаю вам здоровья. Берегите себя.